ссылку на эту статью дал мне автор материала за что ему огромное спасибо материал нужный важный константин мочер статья на конте за 30 июня 2019 года закарпатье лучше остров русскости в окружении врагов чем его передача венгрии в деле строительства империи полезен китайский подход с ощущением перспективы десятилетий и даже столетий не могу не повторить еще раз свое описание малой родины пристрастие закарпатье красивейшая область на западе украины с климатом очень похожим на крымский и особенно ранней весной когда и там и там 15 18 градусов тепла правда летом не так жарко и увы нет моря зато есть озера отражения небес бережно хранимые гранитными ладонями гор и чистейшие горные реки несущиеся между скалы валунов и горные вершины вокруг темно голубые вдали и зеленого цвета вблизи это зелено это зелень всюду веселые листва буков и лип чуть приглушенная крепких дубов темная хвоя еловых лесов и их калейдоскоп в дремучих чищобах мочерах которые в болотистых низинах а еще крутые серпантин и дорог лысые полонины с яркой травой и копнами копнами сена деревянные домики хыжи с островерхими крышами совершенно невероятная прелесть осени когда листва кустовых деревьев становится желтой и оранжевой и красной и багряной только жизни нормальной нет известно что закарпатье подкарпатская русь является довольно необычным регионом в ряду западных областей бывшей украины 16 марта 2014 года в сети и теленовостях от имени русина в закарпатье появилось открытое обращение к президенту российской федерации владимиру владимировичу путину сутью его было то что республика подкарпатская русь не желает оставаться в составе нацистской украины более конкретно русины просили признать восстановленную государственность республики подкарпатская русь проведение миротворческой операции и нейтрализации галецкого нацизма в закарпатье хотя уже давно ходят разговоры что закарпатье желала бы решить вопрос более кардинально как дальний анклав по примеру калининградской области войти в состав россии здесь в отличие от бывшей украины уж точно никто не будет говорить что нет такого народа как русины и такого языка как русинский что это лишь диалект украинского войти в состав россии потому что первое многие люди закарпатья в годы великой отечественной войны воевали в чехословацкой антифашистской армии людовика свободы второе в закарпатье практически не было бандеровского движения в отличие от соседних львовской и ивано-франковской областей третье самого начала незалежности бывшей украины закарпатье на всех выборах давала почти такие же проценты за регионалов как бы пророссийскую партию что и области юго-востока страны так что если бы вдруг случился референдум о включении закарпатья в состав россии новые русские патриоты победили бы с большим преимуществом и поскольку закарпатцы невероятно трудолюбивы не потребовалось бы огромного количества денег которое обычно нужно для включения новой территории но ведь и соседние регионы относительно недавно тоже были такими же русофильскими самые враждебные россии русофобы галичане еще сто лет назад были преданнейшими нам людьми ради сохранения своей русскости шедшими даже на муки и смерть увы вечно враждебному нам западу снова и снова удается успешно осуществлять против нас древнюю программу разделяй властвы с налетом давних турецких практик превращение наших детей в самых ярых наших врагов янычар и что раз путь из закарпатья в россию лежит через враждебные теперь русофобские области не остается никакого другого выхода кроме как сделать подкоп точнее провести метро увы это лишь мечты которые если помогают психологических компенсациях то совершенно не способствует реальному решению проблемы рай более реалистичные другие мечты которые базируются на безусловном факте что закарпатская область по самому своему географическому расположению является крепостью русской крепостью на западе бывшей украины антироссии которая в любой момент готова развернуть свои бастионы арсеналы башни и редуты если перекрыть дороги на нескольких горных перевалах никакая военная техника не сможет попасть закарпатье потому что с одной стороны существует и вполне себе развивается еще один русский регион в окружении врагов или неприятелей калининградская область и она наличествует там в таком определенном статусе не только потому что имеет важное геополитическое значение для россии но и потому что там живут русские люди с другой стороны давно стало понятно что без возвращения давних или еще более давних южных и юго-западных русских земель в россию вражеский плацдарм на бывшей украине сам по себе никуда не денется расслабиться и хоть какое-то время жить спокойно враги не позволяли нам раньше не позволят этого сейчас тем более что с третьей стороны совершенно понятно что возвращать данные территории можно лишь отдельными регионами и только по готовности так сказать после хорошей прожарки то есть выполнение абсолютно всех мероприятий начиная от полной деноцификации региона и раззомбирование до установления самоокупаемости региона какой-никакой чтобы местные власти хотя бы могли платить жителям социалку минимального уровня но в четвертых понятно также и то что заниматься присоединением новых регионов на фоне переформатирования бывшей украины под руководством лднр в новое федеративное конфедеративное государство и с учетом опыта присоединение крыма россии необходимо очень медленно очень постепенно чтобы и не столько навредили все эти дополнительные расходы сколько помогли дополнительные доходы связанные с увеличением внутреннего рынка новых транзитных возможностей и некоторых других профитов числе девяти причин которые приходят в голову только на первый взгляд и кстати тема появления российского транспорта извините паспорта у каждого вменяемого гражданина бывшей украины медленно но верно растворяющийся в прошлом в этом процессе только поможет ведь она и показывает отношение россии каждому жителю бывшей украины как к своему родному и избавляет этих жителей от реально сильно сильной обиды за крым который является собственностью каждого гражданина россии уверен даже что тот же галицкий галицкий регион можно и нужно в будущем присоединить к россии это бывшая червонная русь бывшая галицкая русь даже если это присоединение случится только через 40 лет мнение царского министра иностранных дел петра дурного дурного убедительно только для таких же тупых националистов как он а решение о будущем присоединении территории кстати должно быть лишь добровольным мнением жителей как и определение скорости выполнения всех необходимых для этого мероприятий тоже но именно в зависимости и от данных факторов и от степени подотчетности руководства каждого региона москвы а также результатов раз зомбирования то есть периодического выборочного контроля лояльности населения с помощью полиграфов будут установлены многие важные моменты а именно и очередность грядущего присоединения и размеры преференций цена газа электричество и другое то есть здесь можно и нужно использовать повышенный прагматизм галичан чем быстрее вы вытравите из себя русофобию тем быстрее станете заможными зажиточными россиянами у себя дома не уезжая в основную россию а контрольный выстрел по русофобии региона даст еще через некоторое время воспитание образования на базе новой качественной государственнической российской идеологии после которого воспитание образования дети не то что приспособленцев а даже предателей будут искренними патриотами и вот здесь в том числе в деле скорейшего раз зомбирования населения бывших львовской львовской и ивано-франковской областей очень поможет русский регион подкарпатской руси закарпатья в том числе своим примером быстрого развития в том числе своими мощными телевизионными передатчиками которые надо разместить прямо возле границ выше указанных областей с трансляцией умных разомбировал разомбировавающих телепрограмм да сми усиленно муссируется мнение что сама география против русскости жителей закарпатья что давайте отдадим их дружественной венгрии к тому же во множестве статей о закарпатье его жителей венгерской национальности которых было около 10 процентов а сейчас еще меньше старается показать чуть ли не большинством очень похоже ветер дует благодаря деньгам и работе информационного бюро то есть спецслужбы венгрия но если раньше русины тысячу лет были под оккупации венгрии сохраняли свой язык то похоже за последние сто лет подходы поменялись после концлагерей телергов и терезин после убийств от 60 до 200 тысяч галецких и буковинских русинов русофилов и затем переформатирования последних в украинцев русофобов русины живущие венгрии язык уже не сохранили и ведь география точно то также и против русских калининградской области однако их не отдает германии или литве кстати последняя почти такая же дружественная как польша последние опять же кстати в качестве подарка за яркую за ярую русофобию предлагают отдать области галиции а еще известно что у остальных стран соседей закарпатья при взгляде на его земли наблюдается повышенное слюноотделение это потенциальный военный конфликт поэтому россии как хорошему соседу еще и из этих соображений необходимо избавить их всех от ненужных соблазнов к тому же русины закарпатья это наши люди а никого из наших принципе нельзя отдавать в чужие руки как говорил русинский святой алексий карпато русский очень много сделавший для возвращения людей из грека католичества в православие русины это сыновья руси да и русских и в узком и в широком смысле на нашей планете не так уж много всего около 300 миллионов к тому же венгрия сейчас дружественная а завтра возможно снова не дружественная как некогда раньше старые люди в закарпатье рассказывать что из себя представляли венгерские жандармы со своими ботами палками как они издевались над русинами кстати в годы великой отечественной войны венгры были союзниками гитлеровской германии и на восточном фронте зверствовали намного сильнее чем гитлеровцы по весьма обоснованным слухам даже был негласный приказ не брать их в плен правда по другим данным пленные все же были свыше полумиллиона в 1950 году был издан секретный приказ мвд ссср тщательнейшим образом проверять таких пленных на предметах участия в карательных акциях во время войны сотни венгров после проверки были осуждены и отправлены в лагеря многие из них получили и расстрельные приговоры вообще же мнение отдать русина в закарпатье венгрии весьма смахивает на либерастическое ну или очень очень тактическое простыми решениями нельзя решить весьма сложные проблемы тем более что в деле строительства или восстановления империй полезен скорее китайский подход с ощущением перспективы десятилетий и столетий далее даются ссылки которые использовались при написании статьи константин мочер закарпатье лучше остров русскости в окружении врагов чем его передача венгрии в артуре пути москорига в односеверном центре москорига